Мы росли в Азербайджане, в южной петлой стране! Танцевать продукты под дудку производителей заставили давно. Эти старые кадры – первая в Советском Союзе телевизионная реклама. Появилась она при Хрущеве во время кукурузного бума, поэтому первым на экраны попал именно этот продукт – в консервах. Конкуренции не было, поэтому никакой маркировки, зато обязательное требование. По задумке авторов, увиденное должно поднимать настроение. «Когда лучше вдыхать аромат тойлекса?» Через несколько лет в кадре появляются названия, но контроль над рекламой мягче не становится. Следуя установке, поощряли отечественного производителя, поэтому продвигали только свое. «Обращайтесь на Московский, витринаторный завод!» Наверное, в те времена она и не сильно воспринималась как реклама, а шла как некий естественный информационный фон, поскольку все остальное было упорядочено, и общий настрой тех же рекламных роликов по классификации, которые мы предлагаем сейчас, он был скорее информационно-ознакомительный. Сейчас рекламный бизнес – это престижно. Как привлечь внимание? Студенты знают с первого курса. Потребители, как правило, клюют на излюбленное. Дети, животные, девушки, желательно обнаженные. А недавно в рекламе родилось новое направление – партизанский маркетинг. Вы едете в автобусе, и, друзья, замечаете человека, который везет домой покупку. Там большую плазменную панель, на которой круто написано название какого-то бренда. Вечером встречаете в другом автобусе человека, который везет кофеварку. Может быть, это просто обычные люди, что-то купили, несут себе домой. А вполне возможно, что это акция, которая организована этим брендом, наняты специальные люди, которые с коробками разъезжают, ходят, и для того, чтобы запомниться нам. По словам специалистов, труднее всего рекламировать продукты питания, ведь пища быстро теряет свежий вид. Например, котлеты брызгают лаком для волос, чтобы блестели. Мороженое в кадре пластик или гелевая масса. Иначе растает. А вот сметану на съемках рекламы заменяют клеем ПВА. И льется густо, и по цвету подходит. Кристина Трушина, Александр Королев, Новости, Телеобъектив.